Дом Любови Егоровой в зону затопления не попал, но бытовые проблемы коснулись ее так же, как и всех жителей Тулуна. Электричества и воды нет. Пока с ведрами приходится ходить через несколько улиц. С водой проблема, очень большая проблема. Подвоз, конечно, хорошо бы был там улица, и все бабушки подвозили. Если бы были какие-то водооски небольшие, было бы замечательно, чтобы не спускаться. То есть мне приходится вниз, этажа два спускаться, полтора этажа спускаться вниз с водой, с ведрами. Воды пить его не хватает, а Паводкова и во многих домах до сих пор много. Жидкость откачивает, просушивает строение, но, возможно, они и к холодам не избавятся от сырости. Я ходила вот так вот, вот здесь вот, вот так ходила. Во всяком случае, там в садике, здесь уже помельче. А к дому, да, мы не могли подойти. Сейчас у Анны Лосевой в небольшом доме живет 10 человек, в том числе и семья сына, жилье которого затопило еще больше. Спасли только документы и скотину, которую пришлось выносить на руках. Как ее вытаскивать? Вытаскали на руках, на ногах, да, на руках. Она же что, дикая вся? Ой, не знаю я даже, что, не знаю. Слезы и все, не знаю, все пропало. Говорю, что с мужем нажили за 23 года, все, за одну секунду. Пострадавшим помогают волонтеры. Без заполнительных рабочих рук здесь не справиться. Тем более, на дворе уже середина лета. А первые заморозки начнутся в сентябре. Два дня в городе работала и московская делегация. Говорили о том, что нужно быстрее решать задачи с денежными выплатами людям. Определили и размер компенсации за утраченное жилье. Он составит 45 тысяч рублей за квадратный метр. Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко отметил. Такие катаклизмы обнажают в том числе и другие проблемы. То, что я увидел, я все время, мы не можем ссылаться на наводнение. Я что, не спрошу, мне говорят, что у нас в плане было капитального ремонта или этого, там, дороги. Но вот у нас смыло, в школу придет, в детский садик 48, 50, 60 годов. Заниматься надо городами, в муниципале, заниматься. Этим сейчас и предстоит заняться местной администрацией. Кроме того, на встрече обсудили и генеральный план города. Точнее, то, что он изменится навсегда. Строить дома там, где есть риск затопления, рискованно и опасно. Но пока с местом для строительства нового жилья не определились, порядок приводят то, что есть. Важно наладить свой быт, чтобы жизнь хоть немного вернулась в прежнюю колею. Виктория Малая, Константин Синицын. Новости сейчас.